В этом клипе рисуем 4 тела, которые движутся под разными углами с разными скоростями в поле сил тярости. Придерживая кнопку shift рисуем кружочки, раскрашиваем их в разные цвета. Нам нужно 4 тела. Операция аналогичная. Размножаем один шарик, перекрашиваем в разные цвета. Делаем обводку черным контуром, для того, чтобы они были заметны на белом фоне. И приступаем к рисованию векторов скоростей. Первое тело будет двигаться горизонтально. Длину вектора нарисуем оранжевым цветом. И зададимые равные 500 сантиметров. Повернем под углом 40 градусов. Аналогичную операцию проделаем с другими телами. Нам сейчас не важны длины этих отрезков, которые у нас тела пройдут за одну секунду, задавая таким образом скорости, ни направление углов. Передвигаем точку регистрации, которая изначально находится в центре нашей выделенной линии. Передвигаем самый край, чтобы можно было вращать вокруг этой точки. Точка регистрации передвинули и вращаем за этот конец. Это тело полетит у нас вертикально вверх. Передвигаемся на одну секунду и задаем конечное положение через одну секунду от начала движения. Каждое из тел окажется в конце своего отрезка за одну секунду, поэтому конец клипа ставим за полторы секунды. Тела разлетаются в разные стороны с разными скоростями. Для того, чтобы составить тела двигаться в поле силотяжести, то есть с ускорением G, направленным вниз, сгруппируем эти тела, выделив 4 шарика, и наш квадратик, который будет падать с ускорением G, и для прямоугольника зададим конечное положение. Изначально было 254, а в конце одной секунды будет 754. То есть за первую секунду тело опустится на 5 метров. Первоначально у нас 500 было миллиметров. И зададим закон изменения. Движение равно ускоренное. В терминах аниматрон будет называться инквадр. Тела движутся по правилам. Синее тело движется вертикально вверх, потом падает вниз. Измерим смещение этих тел вдоль оси Y. И увидим, что каждый из тел примерно на 495-498 миллиметров опустится за первую секунду вниз. Продолжение следует... Продолжение следует...